Здравствуйте! О спорте интересно! Меня зовут Пётр Бутрим. Прямо сейчас про спорт расскажет о главной футбольной сенсации тура на Бресском, подрастающей звезде спортивной ходьбы, а также новом облике бассейна в Барановичах. 10 минут начинают отсчёт. Противостояние «Динамовцев» Бреста и Минска – это всегда интересно и непредсказуемо, а порой даже феерично. К своему очередному очному спору команды подошли с разных концов турнирной таблицы, что, к слову, нисколько не сказалось на накале поединка. Однако не только этим был примечателен субботний матч на Бресском. О том, в каком расположении духа дружины подошли ко встрече, лучше всего говорит статистика. Минчане победили в пяти матчах из шести, пропустив лишь однажды. А вот наши земляки в последнее время радуют только по праздникам. Проиграны четыре поединка к ряду, да ещё и с нулём в графе забитых мячей. Но так исторически сложилось. На встрече с именитыми оппонентами Брещане настроены как подобает. Дать бой Бате двумя неделями раньше не вышло, а вот в «Динамовском» дерби прорвало. Уже к перерыву хозяева обеспечили себе голевой задел благодаря голу Вадима Курловича. Как тренерский штаб не мотивировал минчан к такому сценарию матча с обитателем подвала таблицы, лидеры чемпионата не были готовы. Всё-таки мы люди и оценка ранжирует команда, оценка есть команда. Наверное, где-то недооценили. Хотя мы и на теориях, и на разборах игры «Динамовский» настораживали. Просили их отнестись предельно внимательнее, сконцентрированно с командой. Имея тоже Рома Васильюка, который может решить исход матча индивидуально. Скажем так, предпосылов перед игрой не было. Мы видели, что ребята хотели. Характер игры после антракта диктовал счёт. Минчане норовили отыграться, часто атаковали и били по воротам Руденка. Брещане уже действовали в своей излюбленной манере, делая ставку на контратаки. Одна из них сработала, причём как. Мяч на своей половине перехватил Роман Василюк, отдал на перепечка, промчался через полполе и точно пробил после тонкой передачи партнёра. 2-0. Любимец брестской публики отметился двухсотым голом в карьере. На это у форварда ушло ровно полтысячи матчей. Двойной юбилей Роман отпраздновал в атмосфере родного стадиона. Гости в надежде спасти матч ринулись градом атак на ворота поймавших кураж брещан. Однако в этот день темнокожему норвежству Адама Диаманде фатально не везло. И всё же на гол минчане наиграли. За пять минут до финального свистка цели достиг бильярдный выстрел Артёма Быкова. 2-1. Тяжело будет больше психологически, да. Даже этот быстрый гол, ну, только относительно, на 20-й минуте, скажем, но... Она, психология, такая штука, придавливает сразу к своим воротам. Очень тяжело созидать, хотя любим мы играть в контратаку. Ну, конечно, Динамо Минская, да, я считаю, как бы одна из лучших команд сейчас и по игре, ну, и по результату, в принципе. Вот, и эта победа, она просто, скажем так, после 9 мая, да, такую немножко сделали брестскую крепость, вот, отстояли на зубах, вытащили. И поэтому очень, очень благодаря ребятам. Нанеся первое поражение Минскому Динамо в текущем чемпионате, подопечные Сергея Ковальчука прервали и свою неудачную серию. А вот умеет ли команда показывать характер и на других стадионах, белосиним надо ещё доказать. Долгожданный выездной гол, а вместе с ним и очки брещане попытаются раздобыть в Новополоцке уже в ближайшую пятницу. Славные традиции белорусской спортивной ходьбы конца прошлого века могут возродиться уже в ближайшее время. Сегодня среди наших земляков в этом виде лёгкой атлетики яркие личности довольно редко, но всё же появляются. Юная брещанка Виктория Рощупкина свой путь в большом спорте только начинает, но уже сейчас заставляет восхищаться своим прогрессом. Вика Рощупкина – самая талантливая из плеяды молодых ходоков не только родного Бреста, но и всей страны. В лёгкой атлетике юная девушка уже 7 лет. Несмотря на долгие монотонные нагрузки, на тренировках Вика, как правило, в прекрасном расположении духа. Удивительно, но даже такой вид, как ходьба, может быть не рутиной, а большим удовольствием. Бывают разные моменты в жизни, что какие-то психологические давления, всё. А ты просто встаёшь на дорожку, идёшь и переключаешься от всего, не думаешь ни о чём. И после тренировки чувствуешь себя, как будто чистое я. Прежде чем заняться ходьбой, Вика опробовала себя и в прыжках, и в беге, но без особых успехов. Сегодня, будучи мастером спорта в одной из самых сложных дисциплин, вспоминаю то время с улыбкой. Впрочем, как и тысячи километров, пройденных по родным трассам. И всё это для того, чтобы вскоре выйти на новый международный уровень. К майскому Кубку мира в китайском Тайцане прима нашей юниорской сборной готовилась в ранге главной надежды. Но одно дело ходить дома на дорожках Грибного канала или Манежа, а совсем другое в непривычных условиях на другом конце света. В таких случаях на первом плане акклиматизация. Крайне важно подойти к нужному времени в наилучших кондициях. Начну с того, что мы в Киргизию ездили, в Среднегорье. Это мои первые выездные такие сборы в Среднегорье. И, конечно, было очень сложно первое время. И со временем как бы даже давили эти горы, вот это вот всё. И акклиматизация проходила, ну, где-то неделя буквально была сложная. Но потом как-то вырабатывались и было нормально. Вот в Китае я выступала на третий день. Там разница в часовом поясе на пять часов. Но за это время я уже как-то акклиматизировалась, привыкла. И на старте, ну, как бы хорошо себя чувствовала. На одном из главных для себя стартов года Вика прошла с личным рекордом и финишировала на престижном седьмом месте из полусотни участниц. Этим задала новую для себя планку результатов. Кстати, в промежутках между стартами наша героиня успевает ещё и учиться в Брестском техническом университете по специальности логист, а также выступать на местных соревнованиях. У себя на родине, как говорится, стены помогают, всё как-то спокойнее. Но выезжать куда-то, путешествовать тоже нравится. Это раскрываешь свой кругозор, новые знакомства какие-то. Смотришь, как люди другие живут. Это довольно-таки интересно. Ежедневные тренировки нашей землячки проходят под чутким руководством Николая Лукашевича, воспитавшего за 15 лет своей работы много сильных ходоков. Опытный наставник уверен, что с таким талантом Вика совсем скоро сможет наравне бороться с законодателями мод мировой ходьбы – россиянками и китаянками. Я поскольку сам ходил, когда спортивной ходьбой занимался, вот мы попробовали. У неё сразу, может, так сказать, по движению всё получилось. Плюс её характер, её терпение, она в этом плане, что умница. А без этого вообще в нашем виде спорта делать нечего. Поэтому трудолюбие её и не занимать, она умница в этом плане. То есть, поэтому вот и всё оно складывается потихоньку, выливается в результат. И, конечно, здоровье. Здоровье важно очень. Вид не простой, не лёгкий, но в то же время для здоровья очень полезный. Сейчас у Вики восстановительный период, но совсем скоро в июле ещё более статусный чемпионат мира в американском Юджине. Для Брещанки это будет последний юношеский турнир. Дальше молодёжные, а следом и взрослые старты. Есть предчувствие, что свой след в большом спорте она обязательно оставит. Новую жизнь старым объектом в Барановичах преобразили и открыли двери для посетителей ещё одного спортивного сооружения. Бассейн гимназии номер 3 вновь в числе самых востребованных среди любителей плавания районного центра. Подробности в следующем материале. Отныне обновлённый красавец-бассейн соответствует самым современным стандартам. Его реконструкция длилась три года. Найти цели из городского бюджета было направлено 15 миллиардов рублей. В бассейне полностью заменили плитку, установили новую систему вентиляции и оборудование химической водоочистки, а также отремонтировали душевые и раздевалки. Конечно, это дорого, но нет ничего важнее здоровья человека и его жизни. А все медики, учёные доказали, что плавание – это самый полезный вид спорта. Пропускная способность бассейна – тысяча человек в день. Посещать его смогут не только гимназисты, но и все желающие горожане. В результате город со 170-тысячным населением получил третий по счёту бассейн. Естественно, что ждал этого события весь город. Бассейны города переполнены. Люди пойдут к нам плавать. Ждём мы их с распортерными объятиями. Надо признать, что в Барановичах довольно крепкие традиции плавания. Есть здесь также и подрастающие спортсмены. Именно они, демонстрируя разные стили, первыми опробовали новый бассейн. Он уютный, просторный, легко плавается очень. Лёгкая вода, красивая, уютная, нравится всё. В последнее время в Барановичах складывалась напряжённая ситуация с плавательными бассейнами. На всех желающих мест не хватало. Теперь же картина иная, обещает стать ещё лучше. В районном центре к началу учебного года в строй планируют ввести ещё один бассейн. На базе спорткомплекса местного университета. Это были главные события прошедшей недели. Увидимся на спортивных площадках Брещены. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова